Генные инженеры и биотехнологии сегодня этими словами никого не издевить, хотя бы долготерминовых наступствах экспериментов с ДНК не ведают, например, сами навыковцы, бодай одинная становчивость достигнения в этой сфере, якое никто не спречивает распроцовка новых видов дековых препаратов, якие реально выратовывают житие людей. Учёные перекананы, миновито генные инженеры, да поможут позбавить человечество от самых небеспечных воров, уключающих рак. Все лекарства на 80-90% получены с помощью трансгенных, специально подготовленных генетиками, генными инженерами, бактерий. Иначе мы провалимся в 19 век. Практически все лекарства сделаны по генноинженерным технологиям, то есть с ГМО. А летое, что доброе для медицины, не гарантуя користи для инжексфер, в Институте Лесу Национальной Академии Наук генными распроцовками займается уже не первый год. Для проведения доследований у набыли обсталевания опошнего поколения. Сегодня тут ведут работы с уместно с московскими партнерами. Правда, казать об выкористании распроцовок у промысловых масштабах в ученые поколения мкнутся. Высего одна помылка может привести до экологичной катастрофы. Если мы, например, встроим ген, который повышает устойчивость растений каким-нибудь насекомым энтомофагом, то есть они перестают хвои, листы, грызущие насекомые нападать на эти растения, то это приведет к дисбалансу всей экологической пирамиды. Выпадки, когда ген из модификованных сельско-господарших культур передавались пустозельным рослинам, новоковцам, на речи, уже добра ведомые. Причем, замагаться с таким теперь уже суперпустозелем практически немогчимо. Неоднозначная ситуация сегодня с выкористанием генномодификованной харчовой продукции. У некоторых краинах ее доли на рынку достигают уже 80%, але ведомые и иншая личба. Только 5% европейцев становятся относится до ГМ-продуктов. Эксперименты с выросшиванием генномодификованных кукурузы и бульбы в нашей краине проводились, хоть промыслового протягу по кульне трымали, але манипуляция с ДНК сегодня у свете настолько распасюдженная з'ява с аж ботмиллиардными укладаннями, что полностью выключить макчимость заявления на чинном рынку ГМА продукции немакчима. Причем, ей спектр вельми широкий, от шоколаду и колбас до майонезу и ежих уткага приготовання. По некоторых прогнозах, енномодификованные продукты у Беларуси станут распасюдженной з'явой на протягу ближайших 10 годов. Многие ученые перекананы, гэта потребование часу, так званые чистые продукты застанутся, але каштовать будуть дорого и доступными станут не для усих. На своей почве, конечно, лучше, но это очень дорогие продукты, и они доступны только, так сказать, элите или ограниченному кругу. А на самом деле, если сейчас отказаться от ГМО продуктов с использованием современных технологий, мы не накормим 8 миллиардов людей. На планете максимум прокормит планета 5. А вот с генными технологиями, с этими мы новые сорта выращиваем, пожалуйста, 8 миллиардов и 10 прокормит планета. Олег Синтеров, Валерий Гапанько, телерадо и компания Гомель.